Бабушка, несчастье случилось со мной. Я убил человека. Я говорю, как ты убил человека? Ну, задавил я человека. Способ мошенничества прост и известен давно. Поступает звонок, некто представляется родственником, говорит, что попал в беду и ему срочно необходимы деньги. На эту уловку попадали тысячи пенсионеров по всей стране. И Нина Задирака знала, что такие случаи повсеместны. Но тут вмешался случай. Внук как раз недавно сдал на права. И новость о ДТП испугала женщину. Пенсионерка решила уточнить, все ли в порядке. И сразу же перезвонила дочке. Меня насторожило лишь почему, что внук мой, даже если он, ну я только когда поняла тогда, что, скорее всего, он в таком шоке, как и я была. И поэтому у него голос не такой был. Он такой четко говорит, вот такой у него грубый голос. Я думала, что вот он в таком шоке, и поэтому он голос, как-то изменивший голос. Поэтому я сразу поняла. Но подумала себе потом, это действительно. Я это потом только уже поняла, когда уже. Но сразу я поняла, что все равно это не он. Бдительность не подвела женщину, и ей удалось избежать обмана. Но так поступают не всегда. Чаще жертвы мошенников безоговорочно отдают последние средства, которые копили на похороны. Надежде Максимовой также позвонили и сказали, что внук в беде. Чтобы помочь ему, женщина передала злоумышленникам 120 тысяч рублей. И только потом позвонила родственнику узнать, отпустили его или нет. Я такая рада была, что я помогаю внуку. Нельзя быть таким доверчивым. И в таких случаях надо обязательно, прежде всего, чем пойти, я должна была позвонить дочери, уточнить. Я этого не сделала, и вот наказана за это вот так грубо, так жестоко. Еженедельно в полицию поступают по 3-4 заявления от жертв телефонных мошенников. Сейчас участковые города проводят информирование у сурийцев. Пенсионерам напоминают, что стоит быть бдительными и в первую очередь связываться с родственниками. Вообще, раскрыть телефоны и мошенничество непросто. Телефоны и номера, с которых звонят мошенники, зарегистрированы, как правило, в совершенно других регионах. И мошенники используют номера телефонов одноразово. То есть после совершения звонка сим-карта сразу блокируется и не используется. Тем самым затрудняет расследование таких преступлений. Существуют и другие способы, когда мошенники присваивают деньги незаконно. Это сообщения о розыгрышах, блокировании банковских карт, ошибочных переводах денег.